Трудно представить, что какой-нибудь богатей купит кроссовер Bentley для быстрых прохватов по извилистым дорожкам. Для этого больше подходят другие автомобили. Однако по факту оказалось, что такие желающие есть. Для них британцы приготовили спортивную Bentaygu S, где литера S обозначает спорт. В основу S легла более легкая восьмицилиндровая версия. Притом мощность четырехлитрового мотора осталась неизменной – 550 сил. Время разгона и максимальная скорость прежние, а спортивных настроек удостоилась лишь подвеска. Амортизаторы стали жестче, стабилизатор обзавелся электромеханикой. А для пущего эффекта можно заказать углерод-керамические тормоза и прямоточный выпуск. А чтобы пятиметровая махина казалась совсем живой и отзывчивой, инженеры ослабили ошейник системы стабилизации, внедрив специальный ездовой режим. Вдобавок, оспортивленный Bentley активнее других имитирует управлением вектором тяги. Визуально Bentley Bentaygu S выделяется черным декором кузова, крупным задним спойлером, большими колесами и затемненной оптикой. Салон, обитый кожей и замшей, впечатляет обилием контрастных вставок. При этом представители Bentley, следуя простому принципу «любой каприз за ваши деньги», готовы поступиться мнимой спортивностью и оснастить такой кроссовер практичным трехрядным или роскошным четырехместным салоном. А почему нет, если клиент этого хочет? Следующая новость тоже заправлена высококтановым бензином. Новый BMW M4 примерил формат кабриолета, притом вместо трехсекционного жесткого верха, что полагается прежнему поколению, открывашке теперь уготована мягкая крыша. Единственная версия с трехлитровым битурбомотором на 510 сил, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом MX Drive. Притом муфта подключает передние колеса только по необходимости, дабы сохранить заднеприводный характер. Чтобы избавить машину от крыши, инженерам пришлось усиливать днище кузова, отчего он потяжелел на 145 килограммов. Но 25 из них поможет сбросить пакет M-Race Track, включающий облегченные кресла, углерод-керамические тормоза и другие колеса. В Германии просить за новинку будут около сотни тысяч евро. Увеличить стоимость можно, например, заказав специальную электронную систему, что поможет освоить мастерство дрифта. Сам дрифт-режим предусмотрен изначально. Продолжение следует...